друзья всем привет но сегодня такой экспериментальный исследовательский эфир про манифесторов ира головку ты ты включи звук так тебя не будет видно скажи привет да из нашего поля вызвалась с инициативой с предложением своим вот она у нас откликнулась я не специалист по дизайну человека я думаю тут ну кто будет сейчас докладывать может ира наверное в этом больше всего разбирается и в своем дизайне манифеста манифеста я хочу сейчас сказать какой у меня отклики почему я почувствовал что да это может быть полезным ну во первых сейчас ира и жанна поделятся информации вот и как они это видят я хочу как бы предложить такую такую модерацию что понятно что многие из вас могут быть специалистами я допускаю кто будет смотреть записи и кто сейчас прямом эфире могут быть специалистами дизайне человека вот может быть кто-то прям сердце сертифицированно кто-то просто в этом хорошо разбирается вот если вы манифестеры понятно что у вас есть своя точка зрения и свое видение на многие вопросы и так чтобы здесь у нас не было не было не то чтобы конфликт сейчас как-то чтобы не шло в разрез часа чтобы этот процесс пошел в расширение вот я предлагаю рассматривать это как исследование и если у вас есть что дополнить дополнять если у вас какое-то отрицание идет вот то смотрите это как отрицание убирать из себя отрицание и смотреть как вы можете дополнить как можете расширить этот поток предложение идти вот таким путем значит дополнять можете в чате так как сейчас пока это исследование и четкого видения, как это будет, там через какое-то время нету, поэтому мы пока эту инициативную группу сильно не расширяем, а постепенно там, как она будет, естественно, расширяться, будет расширяться. Поэтому еще раз, если у вас есть что помочь, дополнить, пишите комментарии. Если какое-то сопротивление, нет, отрицание, тогда посмотрите, как вы можете это написать по-другому, чтобы это было в помощи, а не в отрицании. Такое предложение на этот эфир. Ну что, я Иру Ире тоже даю слово. Включайтесь, буду модерировать с телефона. Сейчас еще Жанна подойдет. Всем привет. Со своей стороны хочу сказать, что для меня сейчас это поле исследования, в которое я хожу с качеством интереса, в которое я вас тоже приглашаю. Здесь, скажем так, мы играем в такую игру. Исходные данные – это качество манифестера и исследование, как это простраивается в системе максимально для того, чтобы получать результат. Какой результат? Получение для меня сейчас – это как быть счастливой. Как быть счастливой прямо сейчас. И если у нас произошла в поле манифестация от манифестера с этой идеей, то вот сейчас мы это реализуем. Кто-то пишет, а будет ли про манифестирующего генератора? И тоже очень смешной ответ приходит, что манифестировал манифестер, это случилось. Посмотрим, если это будет манифестировать манифестирующий генератор. Получится это или нет. Проекторы, конечно же, классно, когда здесь есть в СИН, чтобы понаблюдать вообще, как в системе работают разные качества. То есть сейчас мы не говорим, что есть вот так и никак по-другому. Сейчас мы просто будем исследовать, какие есть, кто прошёл уже какой опыт, у кого есть какие инструменты, которые приводят максимально быстро к состоянию целостности. В целостности, где можно творить. Творить и счастье – одно из этих наших творений. Поэтому начнём с того, кто это зерно посеял. Это была Ира Головко. Она поделится вот этим своим импульсом и своим интересом. И дальше уже посмотрим, как потечёт в нашем поле. Да, Ирочка, я передаю тебе слово. Благодарю манифестирующие генераторы, что опликнулись, что это пошло прям в разрез, да, и сегодня этот эфир. Я немножечко поделюсь. Сразу скажу, я не являюсь специалистом именно в области дизайна, но достаточно длительный период. Я работаю с собой и работаю с людьми. То есть, есть часть людей, которые меня знают, которые пришли сейчас на этот эфир. И я скорее сейчас буду делиться своим опытом какими-то частичными зёрнами. А вот именно манифестеры. Было бы интересно, чтобы сейчас манифестеры вот написали. И вообще, вот кто сейчас в поле, кто знает свой дизайн, вы можете написать. Вот мой дизайн такой. Дизайн профиль. То есть, я манифестер 1.3, сейчас я об этом буду говорить. И когда я буду говорить, не настолько важен мой опыт, да, а чтобы вы слушали сквозь этот опыт. И чтобы вы, вот особенно манифестеры, для того, чтобы манифестеры начали писать 5.1 класс, чтобы вы как манифестеры почувствовали, насколько вас отвлекается, вот как Макс и Ира сейчас сказали. Мы сейчас идём в такое глубинное исследование, чтобы с этой части ещё этот мир сделать вот лучше, чище, краше, как я, ну, у меня пошёл импульс, вот только что, буквально у нас, как продолжается синхронизация предназначения с Ирой, с Максом, предназначение гениальности. И эти гениальные манифестеры, они как раз, манифестирующие генераторы, они во мне вот буквально раскрыли из своей гениальности. Они раскрыли, то есть я чётко ощутила, я проявляю совершенный мир. Я его чувствую, этот совершенный мир. Я знаю, что он есть. И вот этот импульс, ощущение, есть вот эти вот инструменты, и больше, больше как бы раскрывать это в людях, потому что на самом деле оно уже есть здесь и сейчас. И если мы из манифесторов, то есть об этом сейчас будем говорить, если мы из манифесторов сможем вот эту искру зажечь на весь мир, то, ну, это, ну, наверное, это главная цель, почему вот захотелось вот этот проект действительно продвигать. И так, немножечко моего опыта, но опять-таки, насколько это мой опыт, вы скорее проводите такую тонкую грань, особенно манифестеры, насколько это вообще коррелирует с вами. А было ли у вас так, да, или как-то, может быть, по-другому. И так, первое, о чём я, ну, я немножечко поулыбалась, когда вчера на моём, я на своём канале тоже написала, что будет такая встреча, и в ответ один из участников задал мне вопрос, он говорит, Ира, а ты по профилю 1.3? И мне было очень смешно, потому что мы встречались с Юрой, только вот тот, кто написал, Юра, если ты здесь, помаши рукой. То есть мы встречались с ним, может, пять раз на эфирах, мы никогда не встречались с этим человеком живую. Но если человек хотя бы немножечко чувствует и знает, нас видя, это мы можем не видеть себя, это мы можем чего-то не знать. Но Юра, вот он, Маша, да, он просто чётко считал, он чётко знает, и, ну, мы знаем это всю, всю историю зеркал, да, то есть от себя всё равно не убежишь. И вот впервые про дизайны я вообще прочитала о своём дизайне, я прочитала манифестер, лет, наверное, 15, может, 20 назад, не знаю, манифестер, а потом прочитала профиль 1.3, а он звучит как исследователь мученик. И вот это вот слово мученик, оно вообще меня отбросило куда-то очень далеко. Почему? Потому что той аватар Иры, он был в очень глубокой жертве. И ещё услышать в ответ ещё сверху, что судьба злодейка вот с тобой так распорядилась, то есть было тотальное отрицание. Сейчас я ощущаю, что это тотальное отрицание было из того, что слишком много было убеждений, слишком много было программ, которые заслоняли, я буквально не могла видеть вот свою суть, понимаете? И при этом внутри всегда было зерно, и, знаете, по-моему, Махараш сказал, для того, чтобы познать, кем ты являешься, тебе необходимо познать, кем ты не являешься. А мы все на самом деле не являемся этими персонажами, которые мы здесь играем. И вот глубины, то есть где этого аватара под именем Ирина Головко только не носила. То есть начинаешь психологию, и там и НЛП, и там и гипнозы всякие разные были, и Айваз, и сейчас я в квантовом поле могу читать там всякие разные программы у людей. Знаете, то есть везде была, но всегда меня вело, знаете, к чему? Я всегда знала, что есть вот это вот первичное эго, вот это вот та, скажем так, стержень новогодней елки, на которую все собирается. И если найти вот на что это собирается, вот этот стержень, какой он этот стержень, что это за стержень, понимаете? Я постоянно ходила кругами, и никак не могла его найти во всех вот таких исследованиях, и с собой, и уже с людьми, которые ко мне приходили. И я постоянно вот пыталась, таким же я не являюсь в основе вот это зернышко, что это такое. И вот когда, ну, была на вот этом вот месячном курсе, марафоне у Иры с Максом, и там, знаете, когда ты ставишь перед собой определенное намерение, тут же приходит все то, что преграждает тебя от того, как прийти к себе. И тут, естественно, огромное, ну, преграждает реализация этого намерения. И тут же повалилось огромное количество программ, с которыми, ну, поверьте, у меня инструментов достаточно много, тем более в поле Иры Макса. Это все очень классно работает. И я уперлась в одну программу, а она вот, ну, она просто не разбирается, и все. Я из одной стороны, из другой. Знаете, я потом так отпустила, думаю, ну, ладно, может быть, не время, может быть, знаете, такое тотальное вот это вот сдача, такое тотальное отчаяние. И тут, конечно же, приходит от высшего я такая бегущая строка, я буквально вижу эту бегущую строку, манифестор 1.3. И я думаю, ну, хорошо, гляну я туда. И когда я посмотрела туда, ребят, у меня был такой шок, потому что вот именно вот это, вот это зернышко, которое я искала, оно просто расписано. Но у меня достаточно, ну, тогда не было еще линз вот этих вот приятий для того, чтобы это все увидеть. И когда я начала читать, я сейчас не буду перечислять все там, ну, что связано именно с моим профилем, потому что у каждого это свое, да, но я увидела просто вот этот вот крепеж. И я начала смотреть буквально, как, знаете, как вся жизнь пролетела, ну, как передо мной на глазах, это, по-моему, такой был эффект вау. И что очень важно было, то есть вот мой профиль 1.3, это вот этот исследователь-мученик, я на самом деле прочитала, что исследователь – это кроты, которые роют, вот исследователи исследуют и следуют до самого дна, понимаете, а потом дно начинают рыть. Но а мученик – это немножко некорректный перевод с английского, на самом деле это тот, кто всегда проверяет все на себе. И это действительно для меня был такой огромный ответ о том, что со мной все нормально, и в этом я ощутила, ну, во-первых, колоссальную силу, с другой стороны, ощутила ответственность. И тут что очень важно, вот если мы сейчас непосредственно переходим к манифесторам, я вам сейчас приведу такой небольшой пример из своей жизни, и мы посмотрим дальше, а как это у вас в том числе. То есть, когда мы берем бодиграф уже и смотрим на свой бодиграф, да, я четко увидела, когда я смотрела на свой бодиграф, я четко увидела, что вот эти вот все кармические программы, с которыми, допустим, я работаю, вы, наверное, работаете, да, или мы можем называть убеждения, от которых мы вот стараемся переписывать, да, то есть снимать вот такие убеждения, или чужеродное подключение, то есть все это садится на бодиграф, то есть если мы смотрим на бодиграф, то оно садится на слабые зоны человека, то есть на вот это вот первичное зерно, на вот эту вот емку, потому что вы же знаете уже по себе, да, что тебе невозможно, если у тебя нету какого-то слабого места, к тебе программа никогда не прилетит, она просто не зацепится. Но там, где у тебя есть слепая зона, то там очень легко вот эти вот, скажем так, баги, они цепляются. И я тут же вспоминаю как бы свою историю, то есть у манифестора ведущая – это горловая чарка, то есть манифестору важно информировать мир о том, что он вообще о мире, о том, что происходит, да. И если взять меня как манифестора, то когда Ирочке было 4 года, Ирочка стала очень резко заикаться, и год я вообще не разговаривала. родители там отвезли меня к бабке, и потом я начала, сняли вот эту чужеродную программу. То есть вы понимаете, что когда мне было 4 года, ни о каких-то манифесторах речи не шло, это было совсем другое время, да. Но сами вот эти чужеродные подключения для того, чтобы блокировать, то есть матрица буквально берет и блокирует, ставит. Знаете, мы как заходим в квест-комнату, каждый заходит в свою квест-комнату, и у него свои уникальные какие-то вот эти вот, ну скажем так, ключи, которые необходимо разобрать. И вот это был один из моих, да, родители мне помогли. Но дальше пошло намного интереснее. Когда я училась в школе, так как я исследователь, мне всегда было интересно учиться. Но при этом Ира никогда не тянула руки. Почему? Потому что когда Ира начинала говорить, Ира резко становилась очень красной. У Иры зажимало горло, горло буквально опускалось вниз и зажимало настолько, что это шло до панической атаки, до удушья. Это буквально физиологически я это ощущала. И поэтому я старалась, скажем так, не высовываться. Но школа прошла. И потом пришло время, когда я уже работала в корпоративном корпоративном бизнесе, я помню, это встреча, когда мы сидим, обычная рабочая встреча, ничего такого сверхъестественного не было. И я высказываю какое-то свое видение, какую-то свою идею для работы команды, знаете, и тут вот эта вот история повторяется. У меня все зажимает, то есть я не могу говорить, у меня падает голос, я хочу убежать, и я не договорила свою идею. Я замолчала, я быстренько свернула разбавку. Я очень хорошо помню этот день. Я пришла домой и спросила себя, Ир, что мы с этим будем делать дальше? И то есть я поняла, что я хочу, мне нравится, я хочу здесь развиваться, и мне с этим надо что-то делать. И, ребят, я на Валевых очень много лет с вот этим вот сиплым голосом, с вот этим всем вот этим вот ужасным состоянием, то есть я очень-очень много лет буквально на Валевых, то есть я выступала на международных конференциях, я стала бизнес-тренером, я вела очень много там проектов, но все это было, понимаете? Тогда на моем пути не встретилась Ира Богданович, которая бы сказала, да все же можно легко. Это я уже с Ирой научилась, что все можно легко. Я сейчас как раз сказала, Ира Богданович вызывается сказать. Да-да-да. Чтобы соединиться в поле, то что, ну просто у меня еще один манифестор сидит рядом, я сверяюсь, а у тебя это так, потому что я манифестирующий генератор. И вот хотелось бы сейчас у каждого, кто слышал, да, вот манифестор один вещает, и если вы в манифестор, почувствовать для себя, насколько это мне знакомо, что там в детстве или баронхиты, или ангины, или что-то проблемы с горлом, или я не могу сказать, там, тихо говорю, вот же она говорит, что там учитель сказал, что ты не впевнена разговариваешь, да, и как бы программка такая, ты не впевнена, да, ты не умеешь проявляться, ты не можешь реализовываться. Насколько это вам сейчас знакомо? Давайте идентифицируем для себя. Возможно, у кого-то сейчас это тоже проявляется, когда блокируется голос, не можете сказать, тоже отследить. Ну и я скажу вообще, зачем все это есть? Знакомо, ну поставьте там, может быть, какие-то значки или плюсики, чтобы у меня было. Вижу, вижу, вижу. Еще до манифеста. Супер, так я сейчас объясню вообще, о чем речь, что на самом деле сейчас мы говорим, манифестер это как водные данные, то есть каждый из нас, то, что говорила Ира вначале, что я не являюсь манифестирующим генератором, вот сейчас давайте осознаем, что я, мое я этим не является. Я Жанны, я Иры манифестерами не является. Вот сейчас для себя осознаете, я не являюсь проектором, кто писал. Для меня то, как я это сейчас воспринимаю, это водные данные, которыми, грубо говоря, я загружена сюда, в эту систему, но это мое нулевое, как минус ноль, минус нулевое состояние, как я загружена, я сейчас это так воспринимаю. И вот для того, чтобы осознаться, дойти до нуля, это выгрузить вот эти все программы, которые нагружены на меня и осознать в нуле, что я творец. В нуле я только осознаю, что я творец, а дальше нету ни манифестера, ни генератора, ни проектора, ничего этого нет, всё, всё в доступе у меня. И тогда начинается вот это творение. И мы сейчас, по сути, здесь встретились для того, чтобы начать особенно с манифестеров, потому что там, когда Ира начала рассказывать о качествах манифестера, которые загружены, то есть у этих людей, у которых есть этот вкус, это качество энергии, да, то есть это, грубо говоря, и для меня это такой пример, что мы зашли, например, в какой-то лес, и чтобы взять, подходим к яблони, и мы знаем, что у яблони там плоды растут, да, я беру плод, срываю, наслаждаюсь им, прихожу к берёзе, я же не буду от неё требовать ябла, говорить, ты какая-то не очень, берёзка, что-то с тобой не так, давай мне яблоки, да, я чётко знаю, что мне нужен другой инструмент, я добываю там берёзовый сок, и мне тоже вкусно. И точно так же и мы, по сути, у каждого есть своё качество, и если уметь и знать это качество и свою гениальность, правильно использовать и убрать то кино, которое нагружено системой, которое закрывает мою способность творить, мою способность творить, да, то есть мы как привыкли оценивать, то если пришло ко мне сомнение, то я этим сомнением становлюсь и перестаю творить, да, и вот те манифестеры, как Ира говорит там, что потекло внимание в сомнениях, ещё в страхе, вот сейчас для себя осознаете, а что в последнее время, как манифестеры, да, если мы сейчас к ним обращаемся, творите, куда вы внимание своё направляете? Творчество у вас какое проявляется? Новое что-то? Неизвестное реализуете? Что-то особенное? Творческое? Созидательное? Или сценарии, которые вам предлагают? Сюда пойди или туда, да, и мы выбираем? Что мы творим сейчас? Вот сейчас, знаете, что я творю? За что я сейчас беру ответственность? Или не беру, я безответственная, но я же всё равно это творю. Вот это моя сила, как берёзки, да, которая вроде берёзка, но всё равно есть сила, есть вот эта жидкость, которая творит, которая питает, и манифестеры, и расскажи ещё, ну вот ты классно это передаёшь, манифестеры какое качество? Это качество, это не то, что я манифестер, и я только такой, нет, у меня просто эта сила проработана, я бы сказала, что где-то наработанная в прошлых жизнях, и сейчас завакуумирована, потому что это сила ваша, это сила моя, да, которую если раскрыть, но если я буду в детской позиции безответственно швыряться этой силой энергии, куда попала, то всем, там, пару ядерных, может быть, вонь сразу случится, да, по незнанию. Вот если вы сейчас начали смотреть, а куда же я направляю внимание каждое мгновение вообще своё, на что я направляю, что я творю, да, что я вытворяю, может, даже так посмотреть, пока, или вытворял. И расскажи, вот вообще вот это свойство, которое донесено как нам, ещё не целостным, да, скажем так, чтобы дойти до целостности, где ещё пойти исцелиться, то манифестор, он как, как бы, свойства его сейчас как описаны? Смотри, я бы вам сказала сейчас обратить внимание, вот ту историю, которую я вам рассказала, да, вот смотрите, у манифестора самые такие эгоистичные натуры, по крайней мере, прописаны по кофелю, это именно манифестор, за ними идут манифестирующие генераторы, и вот манифестор, вот то, о чём сейчас Ира говорила, да, вот давайте представим, то есть манифестор – это такая, ну, я по энергиям, мы когда вот с ребятами встречались, я по энергиям делала такой пример, ну, чтобы вы не буквально воспринимали, а пример вот на машинках, допустим, у какого профиля сколько изначально прописано энергии. Так вот, если у манифестора, то представьте, что бульдозер едет по дороге, то есть на бульдозере, ну, явно невозможно не заметить, но он далеко не быстрый, этот бульдозер, бульдозер, он будет ехать, ну, со своей скоростью, а вот если взять, допустим, ну, это моя шкала, это я так для себя почувствовала, вы почувствуете для себя, да, я ощутила, что вот манифестирующий генератор – это такая крутая Феррари, у них всегда очень много энергии, их всегда видно, они такие очень юзкие, да, и далее если взять, допустим, вот просто генератор, и генератор – это классный Мерседес, в нем комфортно, легко всегда доедешь куда надо, да, если это, допустим, проектор, то это Вольво, уютная, комфортная, классная, это если взять вот по энергии, я зачем вам этот пример привела? Я привела пример для того, чтобы вы поняли, что манифестера невозможно не увидеть на дороге, то есть, но очень многие манифестеры не знают себя, вот я как манифестер, который не знал себя, у манифестера нет столько энергии, манифестерам надо достаточно много отдыхать, они в творческом потоке могут слышать как раз то, что потом необходимо давать миру, но когда манифестер накидывает на себя все обязанности мира, и он чувствует, что у него этот импульс пошел, и он вроде бы как и сам начинает творить, хотя он должен генератору передать, чтобы, ну, проманифестировать генератору, и генератор это, ну, проявит эту идею круче, вместо этого этот бульдозер начинает сам гонять по дорогам и сносит и себя, ну, и окружающих, понимаете? То есть, это если вот брать саму энергию, а вот, что касается вот проявления, то есть, самые там жесткие эгоисты, вот то, о чем я сказала, да, это манифестеры, и вот представьте, вот та Ира, вот тот год, ну, вот, который я рассказала, когда случилась вот эта история у меня в корпорации, вот если бы я в тот момент приняла другое решение, и я себе сказала, я не справляюсь, я не могу, то есть, я бы ушла, я бы предала себя в тот момент, да, я шла свой путь, мне было там просто-непросто, очень круто, волевые качества зато наработались, то есть, во всем есть позитив. Но если бы тогда-то и раздалось, представьте, какая бы это ходила такая токсичный, этот бульдозер катался по дороге, мог бы этот бульдозер токсичный принести вообще радость, счастье и наслаждение этому миру, чтобы он вообще фонил, этот бульдозер. То есть, этот бульдозер доехал бы до наших времен, и сейчас он бы, конечно, сказал, надо воевать, потому что энергии были такие, понимаете, этот бульдозер, и он же не сносит не только, то есть, из-за очень мощного эго, с которым это отдельная вообще история, и необходимо каждому вот манифестеру вообще стать людьми, стать более человечными, видеть, что ты вообще находишься не в центре, что вокруг тебя вообще, ты находишься в мире генераторов, и научиться сотрудничать, научиться слышать, вот это вот очень важно, да, и когда мы вообще осознаем, вот как манифестеры, я сейчас к манифестерам обращаюсь, да, вот эту вот базовую прошивку, тогда мы сможем наконец-то осознать, о чем мы не являемся, то есть сбросив в себя вот этот вот костюмчик, да, который базово пришел как прошивка, я являюсь манифестером, у меня там эго такое-то, там еще что-то, да, когда я смогу его сбросить, когда я смогу вот себя вот именно увидеть, увидеть свою вот в целостности, это вот то, о чем Ира сейчас говорила, да, то есть мы просто тотально, осознав, кем ты не являешься, представьте, сколько сразу может пролиться света в этот мир одномоментно, то есть вот этот вот, я думаю, все смотрели «Мир дикого запада», я сейчас так пример, да, вам привожу, если мы вспоминаем, да, то есть на самом деле это если, ну я достаточно много исследую матрицу, и это документальный фильм, если вы думаете, что что-то где-то там какой-то, какой-то режиссер что-то напридумывал, это документальный фильм, это базовая вот эта прошивка, и пока эти персонажи ходили и выполняли вот эти вот базовую прошивку, которая на них была, да, то, в общем-то, ими достаточно легко манипулировать, но когда они вспоминают себя, когда они просыпаются, когда они начинают из своей сути творить, я сейчас не про борьбу, которая там происходила, да, но когда мы как манифесторы, мы раскрываемся, и сейчас не только манифесторы, а когда каждый вообще сбрасывает себя тот персонаж, который изначально матрица тебе прописала, вы понимаете, насколько мы очень за короткий период времени можем вообще раскрыться, и с чем я пришла вот к ребятам, ну я очень долго еще могу рассказывать всяких разных примеров, да, может, мы скорее подискустируем, я сейчас скажу, что очень много инструментов тех, когда я работала с собой, потом с людьми, там еще что-то, я увидела, что очень много инструментов для манифесторов не рабочие, что с манифесторами необходимо немножко другие, немножко по-другому подсветить, немножко по-другому какие-то инструменты подобрать, другое, возможно, общение вот создать вот это такое манифесторское, для того, чтобы раскрыть манифестора, и это, это я, ну, вот пришла именно с ребятами, к ребятам с этой идеей, для того, чтобы мы создали такой проект именно для манифестора, где манифестора раскрыть достаточно быстро, и вот чтобы они дальше и сути каждый вот засвечивал вот именно то, кем ты не являешься, то есть вот этим абсолютным источником, источником Божьим творением, той Божьей искрой изначально, которой мы пришли в этот мир, не тот запрограммированный персонаж, который там тебе сказали, ты там манифестор, ты там должен кто-то делать, тот кто не делает, понимаете, потому что в истории очень много манифесторов, которые, ну, управляемые, и которые, к сожалению, ну, не привели нас, ну, или привели нас сейчас к тому, что, ну, где часть мира играет не совсем так, как всем комфортно, но когда мы, как персонажи, мы просыпаемся, и мы понимаем, что в дне я играю только себя, свою истинную божественную суть, то есть вот это такая идея, как понять, кто я? Очень много в интернете вы просто гуглите, узнать свой дизайн, там, вводите свои базовые данные, вам очень, в течение трех, час-минуты можете узнать свой дизайн, кто еще не знает. Это вот такое вот предложение. Сейчас хочется больше, наверное, еще вот такой исследовательский, Ира, Жанна, Жанна, может, ты поделаешься, вот, мы когда на встрече, я больше вам рассказывала, да, но сейчас, наверное, не хочется прям все-все-все, да, хочется, чтобы я только про голову Чаква рассказала немножко про эго. Возможно, Жанна сейчас поделится, потому что когда, да, начали говорить, а Жанна начала кивать головой. Ну да, ну да. При этом, когда мы только сами с собой с этим, мы думаем, что со мной что-то не так, понимаете? Но когда ты своим сокровенным начинаешь делиться, ты понимаешь, да, нет, все вроде нормальненько. Это просто, просто нужна где-то и поддержка, да, и где-то, и где-то, чтобы свой со своим, своего понял и помог, и помог раскрыться. Начну я, можно. Да, давай. Так как у меня есть такое состояние, которым бы хотелось поделиться. Что, давайте сейчас посмотрим, что для каждого из нас ценно. Давайте сейчас почувствуем. Что для вас сейчас ценно? Есть вообще понимание, осознавание, чувствование этого? Напишите, да, если да, то что? Если нет, напишите, ого, ого, а что вообще? Об этом надо думать, об этом нужно направлять внимание. Состояние, счастье, семья, дети, жизнь, творчество, момент, покой. И как у вас получается реализовывать свою жизнь самостоятельно? Ого, вижу. И теперь давайте осознаем, насколько у меня получается это реализовывать в своей жизни на сто процентов. Давайте, сколько процентов я самостоятельно, сам, сам, в своей системе, в системе «я и жизнь» это реализую прямо сейчас. Насколько я реализовал это уже прямо сейчас? Шестьдесят, сто, сорок, класс, сто, это супер. Десять, тридцать, тридцать. Проявляюсь тридцать, сорок, восемьдесят точно. Пять. Пять, 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 двадцать. Взаимодействие усиливается в разы. Да-да, вот-вот, я ж про это. Классно, когда мы наедине там что-то реализуем. Ну, круто, что вы на сто процентов реализовали. А как вам живется там? А ваши дети, они где живут? Они реализуются точно так же в таком же сообществу, как и вы это чувствуете, или все-таки они соприкасаются с другим сообществом, когда ходят в садик? То есть вы на всё реализовали эти 100% того, чего вы чувствуете, или только для себя? И хотелось бы, скажите, чтобы то, что вам ценно, реализовывалось по какой-то своей мере, какой-то ещё действительности, где ваши близкие тоже соприкасались с этим ценным, с тем, что живое. Я уверена, что всё, что вы реализуете, то, что для вас ценно, это живое, ну правда? Оно же вас вдохновляет, вас наполняет, оно даёт вам свет, вы творите, у вас это впечатляет как-то, вы чувствуете энергию, хотите делать. Хочется, чтобы вся земля. Хочется, чтобы вся земля. Это наш отклик был с Ирой. Вот, и почувствуйте, что, а что будет, если каждый из нас, и мы совместно, выйдя в состояние нуля, а не быв там манифесторами, манифестирующими генераторами, генераторами, проекторами, которые больны немножко, да, какими-то программами, которые верят в эти программы, чувствуют, что они не могут творить, и поэтому появляются рекламы, борды, фильмы, новости, блоги, контенты, на которые мы подписываемся и читаем. А сегодня будет вот это, а завтра вам выключат свет, а послезавтра случится вот это, а ещё случится обязательно, что это самый страшный страх. Это как сценарий, который нам предлагают, и в который манифестеры, да, направляют своё внимание, и это создают. Бульдозер. Да, и мы когда слушали с Ирой, вот Ира нам записала аудио про манифестеров, и очень откликнулось про то, что мы можем внимание манифестеров собрать и направлять туда, куда мы хотим. И когда мы начали задавать вопрос, как мы хотим, то оказалось, что в нашем окружении самое частое — это счастье. Так? Направлено. Ну, у каждой, поисследуйте у кого, но то, что нам откликнулось, что в нашем окружении — это наша ценность, да, счастье, проживание счастья. Ну, и для каждого всегда открывается то качество, да, если все счастья, счастье, оно открывается для каждого только тем, что для вас это и будет значить. Ну, и, конечно, это было в определённом состоянии целостности, когда каждый, не договариваясь, в разных своих ситуациях, проживая, осознаёт и чувствует, что вот это для меня ценно. И что именно в этом состоянии, вот это состояние Творца, когда всё остальное отпадает, всё, что вызывает страшный страх, состояние, когда я в выживании, да, потому что если вы, да неважно, кто вы сейчас по human design, находитесь в выживании, что вы творите в этот момент, куда ваше внимание? А я думаю, что все были на наших обучениях или хотя бы хоть как-то слышали нас, куда внимание, туда энергия, да, то есть и вот эта доля вашего 10%, которая утекает от 100, кто-то написал, вообще 5% вы реализуете, а 95% куда утекает? Что вы реализуете? Каждое мгновение, не каждый день, каждое мгновение вечности, 95% вашей, вашей жизни, что реализует? И вот умение вот эти все 100% взять, собрать и направить куда? И у нас тут вопросы, хорошо, система финансовая, нас не устраивает, а что мы хотим? Ну, я не знаю, а что мы хотим? Это непонятно вообще, да? А давайте погенируем, а когда мы это генируем? А некогда, мы же находимся в выборе, вот такой сценарий или такой сценарий, выбирайте, или фопом разбираться, или там еще с чем-то, а или наличные деньги, или электронные, да, вообще непонятно. А это не будет, да? То есть у вас есть вообще третий, десятый вариант, вообще без этого, когда мы соприкасаемся с действительностью, которая вообще нашим языком прописана, и этот язык есть, он существует в иконе, когда мы в целом, когда мы в тишине обнаруживаемся, вот то, что мы очень классно, Жанны, когда соединяемся, мы обнаружим вот эту тишину, которой ответ приходит одинаковый обоим. Мы не ищем один язык, он и так простроен у нас внутри, простроенный, живой язык, живой, настоящий, исконный, да, исконный, которыми наши предки взаимодействовали и творили. А то, что сейчас в нашей жизни происходит, я называю это вытворяем, сейчас прям чувствуется, что-то как будто вытворяем, то есть нам дают, а мы это вытворяем, и не несем за это никакой ответственности, но последствия получаем мы. Последствия, наша семья, наши дети, для меня ценно, что будут проживать мои, мои дети, да, и так как теперь у меня есть большая семья, и мне очень интересно, чтобы мои дети жили в счастливом мире, для меня это ценно, да, сейчас, обмен, и вот мы видим, что когда мы объединяемся, то тогда генерация интересов, новых, это не сценарий, это просто проживание, Макс говорит, это вкус золотого века, когда мы не историями живем, не историями, не сценариями живем, не вкидыванием каких-то информаций, а будет вот это, а вот это, а вот мы проживаем тотально в одном состоянии суть, живую суть, нашу суть Творца, да, и проживаем ее каждый со своей гениальности, и начали мы с генератора, потому что вот увидим, что... С манифестера, да, с манифестера не важно, генерирую, начали мы с манифестера, потому что увидели, что каждый, назови как угодно, да, у каждого заложены определенные программы, которые блокируют просто, нашу суть, и они очень странно подобны, и ведет в разделенность, да, когда мы не можем друг друга услышать, ну, как бы тут заблокировала горловую, там, не знаю, у проекторов еще что-то блокирует, и нам интересно исследовать эту тему, чтобы вот эти программы поснимать, и пошло взаимодействие, и тогда будет творение. И мы даже еще не знаем, что мы можем творить, потому что мы еще в ноль не вышли, да, мы в целостность не вышли, мы еще заблудились, ой, а меня оценили, ой, а мне не то сказали, ой, на меня не так, посмотрели, ой, меня не услышали, ой, меня заблокировали, ну, то есть на каких-то вообще смешных вещах, которые просто уводят наше внимание. Да. Да. Да, вот тут на этой теме дополнить. Сегодня как раз там какой-то открыл телеграм-канал, и там типа ВОЗ принимает какой-то цифровые паспорта, ну, вот такая всякая, да, цифровые паспорта, потом цифровые деньги, ну, в общем, все вот в таком вот плане. И, ну, меня, то есть я вообще этот вариант не рассматриваю, то есть я вообще этот вариант не рассматриваю, и, ну, надо будет, чтобы у нас были свои деньги, значит, у нас будут свои деньги, вот, как-то мы можем без паспортов, значит, без паспортов, без этих цифровых, можем, сможем пользоваться, вот, но я такое чувствую, и почему такое откликсировал по поводу манифестера, вот эта тема, то есть это необходимо, про, как, проманифестировать пространство, вот, что, ну, нас это не касается вообще, что мы можем вообще свою систему вообще абсолютно сформировать и своей системой пользоваться, системой оплаты, чего бы там ни было, как, что бы тут ни происходило, вот, и, вот, и, ну, я не знаю, как тут сейчас продолжится еще дальше тема, насколько это тему манифестера вообще, как способности манифестера вообще, как, ну, ходят, да, что, ну, что просто необходимо об этом сказать, что вот так вот, вот так вот будет, не так вот будет, даже не то, что не вот так, даже туда не смотреть, а вот так вот, вот, заявить об этом и это реализовать, все, передаю слово. Ну, вот это классный момент, Макс, ты сказал, что, и тоже, смотрите, сейчас, когда мы набрасываем идеи, мы отталкиваемся от того, что уже есть, видите, что мы смотрим туда, не, мы тут не хотим, а мы хотим вот так, но это же то же самое, то есть мы, по сути, свое внимание, когда уже туда направили, это уже существует, это существует только потому, что там есть мое внимание, и то, что хотелось бы, вот, учиться, да, научиться, и вообще, у меня был лично отклик, когда я услышала Иру, потому что я люблю самые простые, самые легкие инструменты, для меня, чтобы мгновенно, и пошел жить счастливо, вообще, какие проводки, какие перепросы, вообще, зачем это надо, живи кайфу, наслаждайся, если что-то мешает, вот это я очень люблю, и когда еще один вариант, посмотреть на разделенность с другой стороны, да, и посмотреть, как это можно реализовать, ну, это как приготовить, когда вы заходите в холодильник, открываете, там есть набор суповой, да, вы не берете же делать кексы шоколадные, вот, для меня это был отклик, о, так это суповой набор, сейчас мы сделаем классный суп, да, вот так же с манифестором, а, так это манифестор, значит, разобрать его так, чтобы он был чистым творцом, с чистой энергией, и потом начинать уже другие проекты, потому что сейчас, получается, в нашем социуме, это программы про то, а как же нам стать здоровыми, да, а у других программы, как мы оставаться больными, да, ну, то есть, по сути, мы, одна часть исцеляет душа от дух, а другая часть все равно, это как разделенность медицины, там еще что-то создает вторую часть, но вот, а как выйти из вот этих двух разделенностей и прийти в третье, да, и выйти из алмазных сделок и прийти в третье, вообще убрать, что нужны деньги, не нужны деньги, а что если вообще про это забыть, а что вообще мы можем создать, когда мы выходим в ноль все, отпуская все вот эти установки, убеждения, обиды, боли, что нас там еще беспокоит, выходим в чистый источник, когда наше тело напрямую целостное, мы его чувствуем, ценность аватара этого, который проживаем, и вот все мы, и там 121 человек сейчас, нас просто, ну вот здесь и сути проявляются, и что разве здесь напрямую, вы же я думаю не раз проживали, когда вы в чистом сознании, что инсайты вот так вот прилетают, блин, а что я так раньше не думаю, это же так просто, что не было у вас такого, а представляете, если мы зададим один вопрос на группу 121 человек, вот так вот, а давайте, как мы будем взаимодействовать в живой жизни, и что не придет, ну вот попробуй почувствовать, и вот то, что было, это объединиться группой, и брать, вот смотреть на этот набор, который у нас есть сейчас, и называется он манифестер, как выйти максимально быстрыми инструментами, которые там, ну у вас есть базовые данные, да, у кого там Ира говорит, и Жанна подтверждает, у них обоих, как у манифестеров, да, там горло, да, то есть даже программы одинаковые, даже разнообразия им не существует, оказывается. Как под копирку, да, было интересно послушать Иры на аудио, про то, как у нее это происходит, потому что у меня буквально так же, Жанна Люсминус, я сидела такая, да, точно, кивала каждое мгновение, как будто вот про нее, а нам кажется, ой, я такой особенный, так вот, оказывается, что там особо ничего сложного, просто вот этот момент индивидуальности, да, то есть очень классно, я вижу по своему опыту, что когда ты ведешь программу для группы, и когда ты сопровождаешь человека, то есть ты напрямую смотришь, что ложное, убираешь ложную программу, и у него оп, сразу срабатывает материализация, и когда я начала этот проект, сейчас направлять внимание, мне сразу объявились манифестеры, и я такая поняла, почему именно с этими людьми, которых я сопровождаю, случается вот так вот материализация, ну, вообще, вот так убрали пару программок, поболтали, и человек говорит, ой, у меня уже все случилось, ой, у меня уже, и вообще не важно, что он заказывает, у него все случается мгновенно, и видя это, это меня начало вдохновлять, и я вот за то, чтобы дальше продолжать взаимодействовать, и единственное, что меня здесь встречает, это что мы были счастливыми, вот, все, что необходимо для этого сделать, у меня есть инструменты, да, у Жанны есть инструменты, у Иры, мы можем еще дальше вместе взаимодействовать, увидеть еще вот этот банальный список этих проблем на самом деле, которые, которые им не являются, но вы настолько верите в них, что не позволяете себе сотворять что-то новое, а вытворяем все привычное, что касается единственного вкуса, это выживание, вы попробуйте для себя сейчас почувствовать, насколько в вашей жизни, в каждой сфере есть творчество, или там вкус выживания, страдания, или именно вы создаете из всего, вам говорят, нет, это невозможно, а вы создаете, и говорите, это смотри, все возможно, да, да неважно, что происходит в мире, я творец, и я создаю, насколько вы это сейчас проживаете, и вот мне откликается показать, что можно проживать это в каждой сфере, каждое мгновение, прямо сейчас, и когда мы всем вот это сможем прожить и встретиться одновременно, то тут вообще просто огонь горит внутри, когда я даже об этом думаю, можно проживать 100%, так, я уже полчаса на встрече по завтрашнему практику, это Ирочка написала тебе, что в записи послушает, понятно, напишите, как ваше состояние, что сейчас приходит, что откликается, хочу еще, знаешь, вот сейчас прям в поле поисследовать, вот пока ты говорила, смотрите, манифесторы, сейчас говорят 8-10%, в 27-му году дают цифру 15%, ну посмотрим, будет изменяться мир, именно в 27-м году, тоже, видимо, где-то это прописано, смотрите, я по себе, вот тот, тот аватар Ирин, еще вообще не понимаю, как все происходит в мире, но аватар Ирин перестал в какой-то момент, лет 15 назад, читать какие-либо гороскопы, потому что, когда только читался какой-то гороскоп, оно раз, тут же материализовывалось, я настолько этого не хотела, что я просто интуитивно перестала что-либо читать, а это же по факту были окна Авертона, еще тогда, понимаете, вот в те моменты, вот это и являются окнами Авертона, то есть, вот сейчас скажите, насколько вы ощущаете, вот особенно манифесторы, что вы являетесь магами, и вот прям напишите, вот куда, вот насколько вы уже отслеживаете, вот куда я направляю внимание, то у меня и происходит, или у меня, или в мире, или, потому что, вот, сто процентов пишут, я тоже маг, да, так и есть, вот мы с Жанной тоже говорили на эту тему, когда Жанна рассказывала о том, что прилетали определенные сны, определенные события, да, а ты же, если ты уже не персонаж, если ты уже знаешь себя и свою суть, и ты видишь, что тебе просто, в виде сна даже, не в виде прям осознанного окна Авертона, тебе сейчас подгружают, да, а ты знаешь, что это сон, ты же можешь его стереть, ты же обладаешь этой силой, и это, это касается не только манифесторов, но у манифесторов, понимаете, когда манифеста неосознанно там, там мне нечем заняться, давай я сейчас вот это вот, вот откликается, вот очень многие говорят, Жанна, может, ты тоже дополнишь на эту тему, да, потому что я увидела, что моя первая ответственность вообще сделать себя счастливой, это перестать читать какие-то гороскопы, и перестать вообще быть подписчиком, написано на какие-то каналы, то есть очистив только это, жизнь уже кардинально изменилась процентов на 50, это еще когда вот аватар и рынок был неосознан, а представляете, когда мы осознанно снимем себя с эти все костюмы, и когда вот полностью татарно будем смотреть счастье, да, так и есть, только схватывает страх, а страхи, это тоже, когда мы пойдем уже работать в группу, страхи, они тоже достаточно легко ими управляют, возможно управляют, потому что страх это тоже программа, и когда вы, ну, у Макса на целостности много же, вы знаете, как с этими, но это все вот именно эти программы, которые Матрица не дает сути, истинной сути манифестора проявиться, поэтому, поэтому мы срабатываем, да, стираю сны, видите, Ир, у нас очень много уже людей, которые уже знают, что с этим всем делать, у нас уже готовое поле, классно. Да, но есть очень классный момент наблюдения такой, что когда мы отменяем, говорим нет чему-то, да, то это же повторяется, это может повториться, или может другой сценарий повториться, пока вы не начнете творить. Это как с ветряной мельницы, это бесконечно, да, и наша задача вытянуть из этого внимания и направить вообще в то, что мы хотим, то, что мы с Ирой исследовали, что это вот постоянно какие-то новые сценарии, там запретишь, там сотрешь, там еще что-то, но они появляются, и здесь про то, что мы как раз свое, силу направляем в созидание, в то, что мы хотим. Давайте следующий эфир про золотой век. Про золотой век. Следующий эфир от Макса про золотой век. Я сказала. Супер. Что такое? На что мы справлять? Да, это Макс про то, что куда мы будем направлять. Но для начала, для того, чтобы можно было услышать, вот мы начали, например, манифестировать, да, эту идею в своем кругу, что мы заметили, в своем кругу самых близких людей по духу, которых мы знаем, да, по сути. И что начало случаться? Что как только мы начали это манифестировать и говорить об этом, самые близкие люди начали транслировать что-то очень странное. Они начали говорить про нас что-то, чем мы никогда не были. то есть так срабатывают программы, что манифестер на манифестера не может услышать. Например, может сейчас в этой группе напишите им, кто как манифестер не может услышать, например, или Иру, или Жанну, или меня. То есть у вас срабатывает какое-то напряжение, сопротивление, да все не так. То есть могут срабатывать уже программы, чтобы не объединяться. То есть, ой, все, какая-то фигня, все пошло, или у вас разовое внимание, куча других дел, занятий. Мы увидели даже в своем кругу, что это очень быстро срабатывает разделенность. Такая, ой, не, не, внимание уходит. Нет, это что-то не то. Это ведет какую-то разделенность. Это ужас. Ужас случится, если мы сейчас объединимся и просто начнем исследовать, исцеляться. Вы что, вы что? Никогда в жизни мы этого делать не будем. То есть вообще мы пронаблюдали всего один раз и то в самом близком кругу. Слушаю вас с удовольствием. Прекрасно. Поэтому то, что Макс предлагает провести, куда направлять, но с моей стороны, не знаю, девочки скажут, со своей стороны, что мне откликается. Это объединиться в группу и убрать это все кино, вот эти найти, то есть какие у вас там программы проявляются и взять самый наилучший инструмент, который убирает это. То есть я люблю, собираю легкие, простые, быстрые инструменты, это ко мне. вот это как со своей стороны, я вижу как задачу, и она мне нравится, она мне вдохновляет, и я подписываюсь под ней. Кому откликается стать целостным и выйти вообще из программного обеспечения манифестора, вообще перестать быть ним, а стать именно творцом, который может отвечать за свои действия, быть ответственным за свое внимание, да, и осознавать вообще, как формируется действительность вашим вниманием, как случается материализация того, что вы хотите, и как, и брать ответственность за то, когда вы направляете внимание на то, что вы не хотите, что это тоже ваша ответственность. Плюсики, хочу, хочу, супер. Ну да, это как выйти из роли, да, вот это я манифестер, я там такое-то, и пойти в качество лучевое. Вот именно качество, да, потому что у каждого же в базе, в своей, есть огромное количество талантов. И вот то, о чем мы говорили, на что направляешь внимание, да, и когда знать вот свое ложное эго, когда я узнала свое ложное эго, то, что закрывало, то, что закрывало от сути себя, а как раз раскрываешь вот эти вот качества, те, которые таланты, и направляешь внимание на свои таланты, на свою гениальность, то, знаете, если цветочек, вазончик долго не поливать, что с ним произойдет? Ну, просто начинает отсыхать, потому что ты его не питаешь своим вниманием. То есть все как бы элементарно просто. Но какое-то время необходимо иметь ответственность и знать. То есть когда я полностью раскрыла вот эту вот часть себя, я увидела, насколько легко управляемо это ложное эго. И оно уже перестало манипулировать мной. И увиделось разделение каких-то других людей, вот то, что Ира, допустим, говорит, да. То есть это настолько легко, ты видишь, из какой части этот манифестор сейчас говорит. Это просто, а если мы помним про эго, что эго достаточно мощное у манифестора. И манифестор, когда приходит, и когда у него вот, он чувствует само поле, да, и ему резонирует, он усилит этот проект, усилит в тысячу раз. Но если у манифестора есть что-то, и у него есть другое видение, он туда может, он туда может разделение какое-то внести. И вот когда мы сами себя чувствуем, да, и не из персонажа играем, а когда мы действительно вот усиливаем вот это вот, я называю это совершенный мир, Макс это называет золотой век. Ирожаны чувствуют это как качество счастья. То есть как бы мы сейчас это не дошифровали, но это все в коне. А в кон можно войти, по-моему, ну только без персонажей. Мы не можем с персонажами зайти в кон. То есть, ну вот для меня это основа. В общем, стартуем. И очень классно, на концовочку написали, вот считано с поля, и так оно и есть. Мы как раз и в предназначении моей гениальности про это и говорили, что сейчас расслаивание происходит в действительности. И существует все одновременно. Земля наша давно уже во всех измерениях существует, да. Вопрос нас как вот с этим аватаром, куда мы идем и где мы останемся. Так вот, сознанием мы можем вместе с этим телом прогрузиться в 5D измерения. Верно, в 5D я творец, каждый, мы азы, азы, да, а где дальше соединяемся уже в объеме в боге. Ну, а 3D это вот это измерение разделенности, где есть манифестеры, проекторы, отдельные, кто-то отдельный, у которого есть что-то, чего нет у меня. Ну, и как раз вот исходя из того, что мы отпускаем вот это все кино и ложь, которую на себя каким-то, это кто-то спрашивал, кто это они реализуют, кто эти программы пишет. Да, это все мы реализовывали в своей безответственности, не осознавая, что моя воля, то есть, если я промалчиваю, если мне приходит какой-то, вам, например, говорю, ребята, вы все в разделенности, я говорила вам, вы все в разделенности, вы же промолчали, никто не написал, мне Ира, я вообще-то давно уже целостности, никто не написал, вы манифестировали, сказали да, ваше молчание, да, и вот когда... Это как слепые зоны, мы их не замечаем, у нас много таких в жизни, и это бесконечно, да, опять же, внимание куда? И вот когда мы проживаем жизнь и осознаем, что каждое мгновение моё молчание это да, у вас начинает нарабатываться вот это вот качество осознавания, где 3D, где ещё разделённость, где я безответственность, не беру за это внимание, ещё не выстраиваю, так как я хочу, из целостности, а пока молчу, значит, этому да, ну и сопротивляюсь тоже, да, я же сопротивляюсь, это просто подбрасываю в огонь дробь больше, когда сопротивляюсь, просто больше даю энергии своей жизненной, и вот когда мы обучаемся, учимся, вот это берём тотальную ответственность, вот это вот самое-самое, что к чему, к чему золотой век или век совершенства идёт или уже случился, просто мы сейчас малыми шагами к этому приходим, и поэтому у нас есть такой отклик, это создать группу, манифестеры, то есть начинаем мы с этого, манифестировав манифестеры, это случается, создать группу, от вас просьба, кому откликается, а у нас механику сейчас продумаем, как мы это сделаем, у нас есть человек, который хьюман-дизайном занимается, и ей это интересно, и она с удовольствием примет от вас, получается, что, примет от вас ваш, вы просто себе, знаете, прочитать можно в интернете, это несложно, да, пробиваете, прочитает хьюман-дизайн, вбиваете там свою дату рождения, где вы родились, и время, вам выбивается, вы делаете скрин, и просто присылаете заявку, что я хочу в группу исследования манифестера, присылая фото, подтверждение, тут фонит просто, подтверждаете картинкой, что, у меня просто отвлекающие факторы, что вы манифестер, Ира еще посмотрит, тоже Ира по хьюман-дизайну, посмотрит что-то интересное, может увидеть вас, как подчеркнуть, и мы создадим такой чат-телеграм, где дальше будем уже исследовать и смотреть, как это работает, и следующий эфир будет от Макса про золотой век, про вот это состояние совершенства, если вы еще не были на каких-то из наших эфирах про творчество, а только на проработках, на ретритах каких-то были, очень сильно вас приглашаю, придите и туда, потому что это совсем другое направление, там, где мы уже из целого, из нуля, смотрим и интегрируем, всем, кому хочу, можете написать, кого вы знаете, мне, или Максу, или Ире, или Жане, кого вы знаете, просто присылайте, захочу, присылайте фотографию, мы вас всех соберем в один чат, и дальше будем уже транслировать, когда будет следующий эфир, на какую тему, в закрытой группе Zoom, всем большая, огромная благодарность, что нас выслушали, побыли, поприсутствовали своим вниманием, я не чувствую разницы в персонажах, либо каждый подходит, либо никто, видите, каждый же соглашается на то, что соглашается, обнимаю вас, благодарю, всем классного дня, и ждите следующего эфира, эфир огонь, благодарю, пока-пока.